Приветствую подписчиков и зрителей канала. Не так давно на канале вышло видео «Жизнь по рейтингу». Ссылку на него оставлю в описании под видео. Оно осталось, можно сказать, незамеченным, но кротко смысл в том, что... У каждого гражданина теперь есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. Далее каждый поступок, каждое действие человека в обществе анализируется и ему либо добавляют, либо снимают с него баллы. А дальше, если личный рейтинг растет, то вы образцовый гражданин, получаете скидки, льготы, низкие ставки по кредиту и прочие приятности от государства. Рейтинг средний могут запросто уволить с хорошей госдолжности. Рейтинг низкий, считай, получил черную метку. Не возьмут на работу даже таксиста, не дадут кредит, не продадут билеты в общественный транспорт и даже могут отказать в аренде велосипеда. С людьми из низшей категории, видимо, не будут даже разговаривать, ибо такое общение с человеком из черного списка понизит личный статус. В недавнем интервью Андрей Фурсов подбодрил тем, что такое внедрение рейтингов не так просто будет вести везде. Предлагаю послушать эти фрагменты. В книге COVID-19 The Great Reset Клаус Шваб делает ставку на молодежь и верит в то, что именно она будет катализатором радикальных перемен в сторону нового мира, в сторону перемен в борьбе с климатическими проблемами, в борьбе с правами ЛГБТ. И именно молодежь будет с радостью воспринимать вот все те перемены, которые как раз таки глобалистами продвигаются. То есть цифровизация, обнуление, глобальное управление, тотальный контроль и так далее. Эта так называемая вера скорее является, на мой взгляд, обоснованной уверенностью, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас подрастающее поколение, оно просто ведется, в кавычках как бы направляется в определенное русло. То есть вот здесь у меня возникает вопрос, есть ли, по-вашему, у наших детей надежда на будущее без цифры, без вот этого самого цифрового рабства, централизованного, бесконтрольного командования вот этими самыми глобалистами? Ну, как говорил один из героев «Властелин колец» Грэндальф, надежда есть всегда, но для того, чтобы эта надежда реализовалась, нужно над этим хорошо поработать. Вообще, если посмотреть на планы ультраглобалистов, то, как это ни парадоксально, наибольшая вероятность их осуществления – это Соединенные Штаты Америки, Канада и Западная Европа. В Восточной Европе это уже слабее, в России еще слабее. Я не представляю, как эти ценности будут навязываться арабам или африканцам, или индийцам. Китайцам, да, китайцы, японцы и корейцы, их можно, так сказать, поставить в то, что с европейской точки зрения считается стойлом, но с их точки зрения это, так сказать, нормальная вещь. Года два или три назад я написал книгу, которая называется «Водораздел. Будущее, которое уже наступило». Я там написал, что есть два региона в мире, макрорегионы, в которых будущее уже наступило, и, возможно, только количественное развитие. Один макрорегион – это Китайская Народная Республика, потому что система социализма оформила все то, к чему китайцы стремились несколько тысячелетий. Это очень жесткий контроль. Это, по сути, даже в социологии есть термин «текстуальная личность», «личность текст» и «контекстуальная личность», то есть личность, которая выявляется из контекста. Есть более простое различие, чем вот эти два термина. Есть термин «социальный индивид» и «личность». Социальный индивид – это индивид, который исчерпывается его социальными связями. Он слепок. А личность – это нечто более серьезное. Это совокупность социальных связей и личностные отношения человека с абсолютом. Это может быть совесть, это может быть Бог. Так вот, японцы, китайцы и корейцы – это то, что социологи называют контекстуальной личностью. Поэтому, скажем, самое страшное для людей – это культура потеря лица. Это культура стыда. Стыд – это когда тебе стыдно перед другими. Культура совести, связанная с христианством – это когда тебе стыдно перед самим собой. Так вот, в рамках культуры стыда людей можно загнать в социальные рейтинги, и все получится. Но уже даже с фьетнамцами этого не получится, в отличие от этих ребят. Так что, таким образом, Запад на самом деле, точнее пост-Запад, потому что Запада уже нет, он совершает на самом деле социальное самоубийство. А сознательно делают это западные верхушки? Думаю, совершенно сознательно, потому что иначе не запускали бы мигрантов. Мигранты – это, безусловно, этническое оружие. И, кроме того, обратите внимание, насколько скрываются цифры реального процента населения, вот этого не европейского, в Европе. Я знаю просто цифры по Франции. Во Франции ведь, если там, в отличие от Германии, нет проблемы – почва и кровь. Там, если ты разделяешь ценности и прожил пять лет, ты уже француз. И вот таких французов во Франции, в кавычках, около 30%. Это уже, если говорить о Франции, о Германии, это две страны, в которых, к моему большому сожалению, точка невозврата пройдена. И когда в аббатстве Сен-Дени, где похоронен Карл Мартел, который нанес поражение арабам в битве при Пуатье, когда там служит мессу, она находится в центре арабского поселения. Эту мессу охраняют вооруженные, не полицейские, а вооруженные военные. Ну, это называется, что называется, приехали. И вот эта ситуация, возвращаясь к вопросу о наших детях, как это ни парадоксально, вот наша некоторая техническая отсталость, она является, так сказать, такой, ну что ли, ну, гарантией торможения этих процессов. Часто бывая в Европе и в Америке, я, в Америке я жил, во Франции я жил, я должен сказать, что при всех негативных процессах современное российское общество более здоровое, чем постзападное. Более того, оно значительно более свободное. Здесь можно говорить такие вещи, которые, ну, так сказать, в западной даже университетской среде сказать невозможно. Тем более, что там происходит интериоризация социального контроля. Я никогда не запомню, как когда я работал в одном американском университете, и постоянно мы ездили в лифте, и когда в лифте появлялась женщина, мужчины начинали смотреть в пол. И я спросил одного своего знакомого, я говорю, Кен, а это почему такое? Он говорит, ты понимаешь, какая вещь? Она может сказать, что я совершил акт sexual harassment, раздел ее взглядом, пойти к декану, и у меня будут проблемы. Поэтому я лучше буду смотреть в пол. Вот в России это невозможно. В России это просто невозможно. И я думаю, что это не будет возможно никогда. Потому что у нас наша православная культура, замешанная, вдобавок ко всему, на очень многих остатках религической религии. А там мы имеем дело с протестантизмом, с католицизмом, с очень-очень жесткими религиями. И даже физико-антропологический облик католических священников и русских батюшек, он очень разный. Это уже замечено не только мной. Русский священник, он может быть плохим человеком, но внешне это добродушный батюшка с животиком. Католический священник, это чаще всего сухощавые, холодные, колючие, злые глаза. Это, по сути дела, это воин. Это агрессор. Это человек, который несет свою веру. Вот православной экспансии в мире нет, а вот католической экспансии сколько угодно. И я уже не говорю о том, как мне рассказывал один мой знакомый, который хорошо поработал во Французской Африке. Он говорит, когда приезжает человек из французской разведки, он идет прежде всего не к местному резиденту, он идет к католическому священнику, который и есть главный сборщик информации об этом мире. Но вспомним вот эту энциклику «Фрательли Тутти», то есть все люди-братья римского папы, то там как раз, вот если ее читать непредвзятым глазом, ну это просто социализм. И когда та же Лин Форест говорит, что наша задача не отменить прибыль, но поставить прибыль на службу всей планете, это на самом деле отрицание капитализма. Под видом инклюзивного капитализма или стейкхолдерского капитализма они на самом деле отменяют капитализм. Но не для того, чтобы всех осчастливить, а чтобы капитал заменить чистой властью и поставить людей под контроль по поведению людей. В этом отношении для них, конечно, это недостижимая модель, это китайская система социальных рейтингов. Кстати, в последнее время Ватикан проделал целый ряд таких важных шагов по установлению тесных контактов с Политбюро Коммунистической партии Китая. Вплоть до того, что согласно последнему конкодату Ватикан согласился, что Китайская коммунистическая партия Политбюро КПК имеет право назначать католических епископов в Китайской Народной Республике. То есть, как бы они выступают в виде местного римского папы, который назначает католиков. Это вполне естественный шаг, потому что Китай, вот в том виде, в каком он может быть, если там победит фракция, так называемая коммунистическая партия, то это семьи, и семьи, это семьи, которые имеют контакты с британцами, например, с 40-х, 50-х годов XIX века по линии опиумной торговли. Семьи эти никуда не делись, деньги эти никуда не делись. Это Гонконг, Шанхай, вот этот весь юг. И очень важно для вот этой фракции западного, постзападного, точнее, правящего слоя, и установить отношения с той частью китайской элиты, которая готова включаться вот в этот мир. Поэтому вот это союз лидеров 27 крупнейших транснациональных корпораций, именно 27, потому что, если вы помните, в этом совете по инклюзивному капитализму, там 27 так называемых стражей. И в том месте, где я живу в Подмосковье, у нас был начальник ворюга, ему на всех было плевать. У него была любимая фраза, когда к нему приходили с претензиями, он стучал себя кулаком в грудь и говорил, у меня об всех, об вас душа болеет. Вот эти разговоры этих людей, что они хотят инклюзивный капитализм, то есть клювить всех в их капитализм, это мне напоминает разговоры, у меня всех об вас душа болеет. Эти люди грабят бывший третий мир, нынешний юг, и теперь у них заболела душа. И вот тот факт, что они говорят, мы хотим включить всю планету, на самом деле это проговорка, если правильно их понимать, они хотят включить всю планету под контроль. Но дело в том, что включить 8 миллиардов невозможно под контроль, невозможно чипизировать латиноамериканцев, индийцев, значит, нужно сокращать население. И вот Лин Форестер, она сказала вот это вот ключевое слово, устойчивое развитие. Sustainable growth. Sustainable growth – это концепция бархатогеноцид человечества, потому что это устойчивое развитие возможно только при сокращении населения планеты. Ну, сейчас они расщедрились, раньше было 1 миллиард, они теперь говорят 2 миллиарда. Ну вот, 2 миллиарда населения. Хотя по их же расчетам реальная цифра – это 500 миллионов, которые могут существовать на планете Земля. Так что здесь, в принципе, нет ничего нового. Реализуется программа, которая была высказана еще в первом докладе Римскому клубу «Пределы роста». Нулевой рост, экология. И вот сейчас совершенно понятно, что, скажем, вот заход с этой несчастной девочкой, полунормальной Гретой Тунберг, это была тоже такая, сказать, такой ход подготовка. Чего не отнимешь у этих людей, они играют в долгую. Они играют в долгую. Например, Рокферлер еще в 1944 году заказали исследование «Перспективы» на 35 лет. В 1949 году британская и американская разведка создали группу, которую они назвали «Лиоте» по имени одного французского военного деятеля, который воевал в Западной Африке и который однажды сказал, что вот там, где у них была штаб-квартира, жарко, надо бы деревья посадить. Ему сказали, они растут 50 лет, на что он сказал, так поэтому нужно начинать сейчас. И вот эта группа, они назвали себя группой «Лиоте» и поставили задачу бессрочной борьбы с Советским Союзом и первые итоги они должны были подвести через 50 лет, в 1999 году. Но они управились за 40 лет, потому что в 1989 году Советский Союз уже был разрушен ущельями внутри страны и внешних сил. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин